Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. И сегодня вас ждет необычный экономический индикатор президентских выборов в США. Первые впечатления от спутникового интернета Starlink. Летающий автомобиль Liberty получил право ездить по дорогам Европы. И еще одна новость из этой же серии. Летающий автомобиль Aircar компании Klein Vision совершил первый полет. Обо всем этом мы сегодня поговорим в нашем выпуске. Обязательно, друзья, подпишитесь на канал, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. 3 ноября в США прошли президентские выборы. Республиканец и действующий президент Дональд Трамп сражается с демократом и бывшим вице-президентом при администрации Барака Обамы Джо Байденом. Кто отслеживает динамику фондового рынка, знает, что обвал на фондовом рынке, а также падение индекса S&P 500 может сигнализировать о том, кто выиграет в президентских выборах в США, Дональд Трамп или Джо Байден. На протяжении почти столетия используется так называемый индикатор президентских выборов. Так его назвал известный аналитик S&P 500 Сэм Стовал. Данный индикатор в 88% случаев правильно определял победителя на президентских выборах, за исключением одного случая, речь о котором пойдет далее. Индикатор работает следующим образом. Если с августа по октябрь индекс растет, то партия, находящаяся у власти, переизбирается в Белый дом. Если индекс S&P 500 падает в течение трех месяцев, то президентство перейдет к оппозиционной партии, в данном случае к демократу Джо Байдену. В этом году по большей части в течение указанного трехмесячного периода акции взлетали до новых максимумов, предсказывая переизбрание Трампа. В середине октября экономический индикатор индекса S&P 500 вырос на 7,5%. Но все внезапно изменилось на прошлой неделе. Акции продолжили падение. В решающий момент индекс S&P 500 начал снижаться. Падение было незначительным. Индекс снизился всего на 0,09 пунктов и опустился до уровня 3271. При перерасчете в процентах индекс практически не изменился. Данное значение индекса является уровнем, от которого следует отталкиваться, поскольку индикатор президентских выборов принимает во внимание динамику фондового рынка только за период до октября месяца. Таким образом, 30 октября – последний рабочий день в октябре, который имеет значение для индикатора. Если индекс S&P 500 останется на прежнем уровне или продолжит падение до конца октября, то фондовый рынок будет сигнализировать о возможной победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Аналитики фондового рынка полагают, что причиной такой закономерности при использовании индикатора является неприязнь инвесторов к неопределенности. Смена власти в Белом доме сопровождается неопределенностью в отношении новой политики и новой законодательной базы. Чем больше вероятны смены власти, тем больше неопределенности на рынке, которая подталкивает инвесторов продавать акции. Тем не менее, данный индикатор далек от идеала. В истории зафиксирован случай, когда в 1956 году, несмотря на падение индекса S&P 500 за период с августа по октябрь, Дуайт Эйзенхауэр был переизбран президентом США на второй срок. С тех пор индикатор президентских выборов больше не подводил в своих прогнозах. На прошлой неделе сообщалось, что компания SpaceX собирается начать публичное тестирование своего спутникового интернета Starlink и принялась рассылать приглашение для участия в бета-тесте. Первые участники программы уже начали делиться результатами проверки скорости передачи данных с использованием данного сервиса. По данным одного из участников программы, проживающего в Вашингтоне, у него типичная скорость Starlink при загрузке составляет около 134 Мбит в секунду, а при передаче около 19 Мбит в секунду, но может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Например, один из результатов показал скорость загрузки 97 Мбит в секунду, но те же 19 Мбит в секунду отдачи. При этом уровень задержки составил около 40 мс. По словам пользователя, при таких показателях он смог без проблем вести прямую трансляцию на YouTube в разрешениях 1440p и 4k. При игре в Call of Duty Modern Warfare уровень задержки составлял от 40 до 70 мс, что оказалось вполне комфортным для игры. Также он отметил, что спутниковая связь время от времени терялась, но объясняется это малым количеством находящихся спутников на орбите. В будущем их станет гораздо больше, поэтому эта проблема исчезнет. Данный отзыв был опубликован в Twitter, где на него обратил внимание сам Илон Маск. Он отметил, что уровень задержки в будущем снизится, а пропускная способность сети увеличится. Другой пользователь Reddit опубликовал более подробный обзор спутникового интернета от SpaceX, а также поделился фотографиями с распаковкой комплекта Starlink. По его данным, в комплекте поставки находится спутниковая тарелка, тренога для ее установки, компактный роутер, а также блок питания и набор проводов. Диаметр спутниковой тарелки составляет около 59 сантиметров. Установка простая, в комплекте имеется подробная инструкция. Все основные настройки система проводит сама. Блок питания, входящий в комплект, также выступает в качестве передатчика сигнала на роутер. Пользователь сообщил, что при не самых идеальных условиях установки спутниковой антенны ему удалось добиться скорости загрузки в 135 мегабит в секунду, а отдачи на уровне 21 мегабита в секунду, а также задержка в 21 мс. Участник программы бета-тестирования Starlink также отметил, что пиковая скорость загрузки достигала значения в 191 мегабит в секунду. При очень плохих внешних условиях, когда передачи сигнала мешали плохая погода, деревья, заборы и дома, скорость загрузки составила 46 мегабит в секунду, а отдачи 15 мегабит в секунду. При этом уровень задержки находился на уровне 41 мс. Пользователь также отметил, что у него примерно каждые 15 минут на полсекунды наблюдается отключение сервиса, видимо связанное с переходом интернет-канала на новый спутник. По мнению участника бета-теста, в целом сервис уже позволяет комфортно пользоваться площадками для видеоконференций, игровыми и прочими интернет-ресурсами. Компания Pol V сообщила о том, что Liberty, которую она позиционирует в качестве первого в мире серийного летающего автомобиля, получил разрешение перемещаться по улицам городов Евросоюза. Регистрация и сертификация транспортных средств, особенно летательных аппаратов, занимает в Евросоюзе достаточно много времени. Liberty – это мото-дельтаплан, который способен трансформироваться в гирокоптер. На земле он представляет собой трехколесный автомобиль, и это не случайно. Трехколесный автомобиль легче сертифицировать, чем четырехколесный. В наземном режиме его движение обеспечивает стасильный двигатель, способный разгонять аппарат до 100 км в час менее чем за 9 секунд. В небе Liberty преображается в двухместный гирокоптер с толкающим винтом в задней части и несущим вертолетным двухлопастным винтом, приводимым в движение независимым 200-сильным двигателем. Полетный ресурс обеспечивает 100-литровый топливный бак, которого хватает почти на 3,5 часа полета, что эквивалентно 500 км пути. На земле этого количества топлива хватит почти на 1300 км дороги. Процесс трансформации из автомобиля в гирокоптер занимает не более двух минут. В компании сообщают, что процесс летной сертификации Liberty длится уже пять лет и для ее успешного завершения требуется еще как минимум 150-часовой налет, который следует набрать к 2022 году. Будущим владельцам Liberty понадобится кроме водительских прав, полетная лицензия на управление таким транспортом. И напоследок я вам расскажу еще об одном летающем автомобиле. Известный дизайнер аэрокаров, создатель и директор компании Klein Vision, Стефан Клайн, опубликовал видеозапись первого полета прототипа разработанного им летающего автомобиля Aircar. В наземном варианте он представляет собой четырехколесный двухместный автомобиль. Перед взлетом хвостовая часть аэрокара удлиняется примерно на 60 сантиметров, открывая отсеки с крыльями, которые выдвигаются и раскладываются особым образом. Полет аэрокару обеспечивает двигатель в хвостовой части и двухлопастной несущий винт. После приземления трансформация из самолета в автомобиль происходит в обратном порядке. Пока ничего не сообщается о типе двигателей, системе привода, скорости и дальности полета на земле и воздухе. В компании говорят, что благодаря легкой композитной компоновке кузова предполагается создание трех и четырехместных, а также двухмоторной версии Aircar. И на этом у меня все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков под этим выпуском, обязательно подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик. И конечно же не жалейте своих комментариев. Ссылки на все наши полезные каналы и ресурсы будут в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Еще раз большое спасибо за просмотр. Отличного настроения вам, друзья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok